Мастер-класс по пошиву платья Севилья для девочки по готовой выкройке. Выкраиваю все необходимые детали. Это одна деталь переда, кокетка переда, две детали, спинка состоит из двух частей, кокетка спинки, четыре детали, оборка по низу состоит из трех частей и две детали рукава. Все срезы кокеток я дублирую клеевой кромкой, но так как материал очень тонкий, я решила использовать дополнительно укрепляющий материал для верхних кокеток. Кокетку переда и кокетки спинки складываю лицевыми сторонами внутрь, уравниваю плечевые срезы и стачиваю на швейной машинке шириной шва 1 см. Швы разутюживаю. Далее верхнюю и нижнюю кокетки складываю лицевыми сторонами внутрь и оттачиваю по срезу горловины и средним срезом спинки. В один прием шириной шва 1 см. Припуск срезаю до 5 мм. Также высекаю швы на утолщениях и делаю надсечки в местах наибольших закруглений. Кокетку выворачиваю на лицевую сторону и приутюживаю. На детали переда по срезу кокетки прокладываю две параллельные строчки для сборки. Затем делаю сборочку из детали переда. Складываю кокетку переда и деталь переда лицевыми сторонами внутрь, равномерно распределяю сборку. А затем соединяю детали на швейной машинке шириной шва 1 см и обметываю припуски на оверлоке. Спинка у меня состоит из двух частей и чтобы средние срезы не обметывать, я решила их обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Теперь я буду соединять две детали спинки по среднему шву. Складываю их лицевыми сторонами внутрь и стачиваю на швейной машинке, не доходя до верхнего края на 10 см. Чтобы там получался разрезик, по верхним срезам прокладываю две параллельные строчки для сборки. Стягиваю сборочку на детали спинки, затем складываю кокетки спинки и детали спинки лицевыми сторонами внутрь и соединяю на швейной машинке и оверлоке. Далее буду соединять нижние швы на рукавах. Чтобы не обметывать срезы, я буду их обрабатывать двойным швом. Сначала складываю деталь изнанкой внутрь и стачиваю шириной шва 1 см. Припуск срезаю до 5 мм и разутюживаю шов. После этого выворачиваю рукав лицевыми сторонами внутрь и заново стачиваю шириной шва 1 см. Припуски заутюживаю. Также уже можно обработать низ на рукавах. Я это буду делать швом подгибку с закрытым срезом. Боковые швы спинки и переда также обрабатываю двойным швом. Теперь буду соединять рукава с изделием. Предварительно по окату верхней части рукава я прострочила две параллельные строчки для образования сборки. Выворачиваю рукав на лицевую сторону и вкладываю его между спинкой и передом лицевыми сторонами внутрь и вкалываю рукав в пройму изделия. В верхней части оката равномерно распределяю сборку. Затем соединяю рукав с изделием на швейной машинке шириной шва 1 см. Обметываю припуски на оверлоке. По низу рукавов на изнаночную сторону я заутюживаю припуск шириной 6 см и застрачиваю его двумя строчками. В одной из строчек оставляю отверстие 2 см для вдевания резинки. С помощью булавки просовываю резинку в отверстие. Концы резинок стачиваю между собой машинной строчкой зигзаг. Оборка по низу платья состоит у меня из трех частей. Боковые стороны собираю двойным швом. Низ обрабатываю швом в подгибку с закрытым срезом. По верхнему краю прокладываю строчку для сборки. Складываю платье с оборкой лицевыми сторонами внутрь и равномерно распределяю сборку. Стачиваю на швейной машинке шириной шва 1 см. Срезы обметываю на оверлоке.